Современные студенты интересуются буквально всеми. Если одни дисциплины становятся основой профессиональных знаний, другие расширят кругозор, то такая важная тема, как права человека, дает возможность подчиняться, не унижаясь, или, проще говоря, знать свои права и обязанности, а также правильно использовать эту информацию. На Межвозовской научно-практической студенческой конференции «Познание прав человека. Состояние, проблемы, перспективы с докладами о наиболее значимых и актуальных проблемах, касающихся прав личности, выступило более 40 студентов». «Чем тебе пришлось столкнуться во время научной работы, во время исследований?» «На самом деле в нашем университете была проведена большая титаническая работа, было очень много литературы, проводились постоянно конференции, естественно, по итогам конференции были материалы, и поэтому, можно сказать, проблем я не испытал». За годы обучения этой дисциплине тысячи, а то и десятки тысяч вузовцев узнали о правах, которые позволяют им самостоятельно определять свое место в обществе. А стоял у истоков преподавания прав человека в Брестском университете Иван Котлер, профессор кафедры политологии и социологии. Он уверен, когда-то реализованные им идеи действительно приносят плоды. «Как говорят специалисты, многие специалисты в области прав человека, мы не имеем прав, потому что мы их не знаем. Поэтому эти учебные курсы, я думаю, себя оправдали. За 20 лет, если взять нашу республику, они преподавались во всех высших учебных заведениях, тысячи студентов, даже сотни тысяч студентов получили необходимое знание. Ну и мы, я думаю, занимаем и займем позицию, что спецкурсы, обучение правам человека будет продолжено». «Поскольку образование в области прав человека – это один из элементов и механизмов защиты прав человека. Для того, чтобы их защищать, необходимо права в первую очередь знать. На мой взгляд, образование в области прав человека способствует социализации личности, формированию личности и индивида как части, значимой части современного белорусского общества. «Поскольку лично знающие свои права, умеющие их защищать, четко понимающие, что кроме своих прав существуют права другого человека, что кроме прав существуют обязанности перед другими людьми, обществом и государством». Трудно сказать, когда появилось само понятие «права человека». По своей природе все люди одинаково свободны, независимы и обладают известными правами, знать о которых каждый может даже интуитивно. Право на жизнь, свободу, а также на возможность иметь собственность и добиваться счастья и безопасности. Современная жизнь вносит в эти понятия свои корректировки. И полагаться лишь на интуицию не совсем правильно. Важно грамотно и уверенно владеть знаниями и необходимой информацией. Этого требует общество, в котором мы живем, и современный мир. Поэтому о необходимости такой дисциплины, как права человека, едва ли стоит говорить.